Добрый вечер. Я приехал из Токер, компания САНА, бюро САНА. Сегодня поговорю о проектах, которые реализованы в бюро САНА. Я не единственный человек, который работает в этом бюро, еще у меня есть партнер. У нас не один проект. Сегодня поговорю о шести таких проектов. Есть в Токио проекты, там собственно и офис САНА расположен в Токио. Но есть у меня личное бюро, некоторые из проектов, которые будут здесь представлены, сделаны САНА. Некоторые в партнерстве, со своими коллегами, а некоторые проекты в коллеге я сделала сама. Хорошо ли слышно? Не знаю, как пользоваться микрофоном, поэтому услуг будет пропадать. В своих проектах мы пытаемся создавать особую пространство, особую среду. Даже если кресло проектируешь, то ты создаешь какую-то среду. А когда мы делаем здание, безусловно, в здании есть некая внутренняя среда, но вокруг здания мы также пытаемся создавать особую среду. Некую среду, которая будет уникальной, которая позволяет соединять это здание с какой-то более широкой средой, то есть это какой-то квартал или город в целом, или природное окружение. И для этого мы считаем, что очень важно, как следует прорабатывать соответствующую программу на самом начале проектирования, на самом начале этапа, на первых этапах процесса дизайна. Мы задумываемся об этом для того, чтобы найти вот такую возможность вписывания нашей среды в общую среду. Соответственно, мы проектируем и таким образом и внутренние помещения, так, чтобы все это соединялось и жило вместе. Я надеюсь, что моё объяснение сегодня поможет вам, и попытаюсь продемонстрировать, как нам это делается. И так начнём. Хотел начать с проектом Казана. Проект в Японии. Казана 10 лет назад. Музей искусства 21 века. Город сам очень небольшой. Площадка расположена в центре города. Вот как выглядит музей. Рядом с зданием муниципалитета, местный парламент. Ну, и очень известный вот сад, традиционный японский садик. Ну, плюс коммерческое какое-то коммерческое здание. Ну, и что мы пытались сделать в этом проекте? Ну, как можно больше дверей, входов в это помещение. Ну, как бы сделать всё это привлекательно, чтобы люди сами приходили в это здание. Здесь показана площадка. Там вокруг 3 дороги общественные. Ну, то есть можно представить себе, что люди могут ходить в этот музей в самых разных направлениях и посещать этот музей. Вот этот угол ниже расположен, чем другие помещения. И, если от сюда подходишь в музей, поднимаешься. Если от сюда подходишь, поднимаешься. Если от сюда подходишь, то... Ну, там двое функции. Первое – это музей. Второе – это место для общественных собраний, там кафе, театр. Ну, был конкурс, были разные варианты представлены на этот конкурс. Мы предложили свой вариант. Одно здание, которое как бы совмещает вот эти две функции. И, как бы, вот эти два пространства внутри музея дополняют друг друга. Две программы, как бы, реализованы внутри одного здания. Ну, вот, и это здание совмещает эти две функции. Центр – это музей, а периметр этого здания предназначен для общественных мероприятий. Вот так выглядит план. Галереи этого музея находятся в центре. Здесь кафе, здесь галереи, здесь театр в центре. Вот, галереи, они как бы открыты, они объединены с общественной зоной. Люди видят, извне, с периметра видят, что происходит внутри, в музее. Вместе с тем, люди, находящиеся в центре, в музее, видят окружающие пространства общественной зоны и, кроме того, сам город. В музее иногда организуются очень крупные выставки. Соответственным образом, центральная зона объединяется. Иногда центральную зону разбивают на две зоны. Вот эта центральная зона у нас, да, она становится… Вот, делается из нее две зоны, иногда три зоны. Иногда галереи используются независимо, вот эти различные зоны. Вот, но так как они имеют выход в общественную зону, люди имеют возможность просто войти внутрь музея, в галерею. Вот, ну, как будто эта галерея расположена где-то в городе. Ну, вот эта галерея, раз, два, три, четыре. Вот здесь большое здание, одноэтажное. Вот, если ты заходишь даже глубже в музей, ты при этом видишь все вокруг. Там естественный свет. Ну, и кроме того, вот этот свет охватывает как общественные места, так и галереи. Вот, ну, соответственно, это две зоны общественные бесплатные, а музейная зона, она платная. Ну, все это как бы объединено. Вот, это различные типы галереи. Каждая галерея имеет свои пропорции. Разные, на разной высоте они расположены. Ну, кроме того, трава. Вот это справа сверху, вот, зона с стеклянным потолком. Ну, соответственно, в лето очень все замечательно выглядит. Ну, ты как бы чувствуешь характер света. Это один из входов. Там всего пять входов в этот музей. И это вход как раз, с которым можно попасть как в бесплатную общественную зону, так и в платную зону. Можно идти в дворик, отсюда. Вот, и здесь. Вот это внутри мы видим, это музейная зона. Здесь некоторые из галерей иногда закрыты, иногда они открыты. Если закрыты, это значит, что когда она закрывается, в галерее платная зона, то ее открывают для публики, становится бесплатной. Общественной зоны. Вот так вот можно свободно менять внутреннее пространство в этом музее. Это одна галерея была, это другая галерея. Здесь у нас наполовину прозрачное стекло. Иногда видно голубое небо. Иногда, вот скажем, вот такие мероприятия проводятся. Музей современного искусства, ну в данном случае там музыкальное представление. И каждая из галерей использует свою музыку. И люди могут из одной галереи в другую переходить. И там будет другое звуковое оформление. Это еще дворик, опять же. Это там, где работают художники. И свободная зона, бесплатная зона. Вот, вы видите, как это выглядит. И, ну, постоянные изменения идут в зависимости от погоды. Мы оформляем это по-другому. Это еще один дворик. Это французский архитектор его создал. Ну, вот, все время меняются условия. Вот это общественная зона. Это небольшой лекционный зал. Это небольшая библиотека. А это комната для детей. Иногда стеклянную стену используют, ну, тоже как вот стену для разведывания работ. Вот. Это образовательная программа. Здесь демонстрируется, вот, называется, утерение цветы. И, ну, здесь также вот эта стеклянная стена используется для части экспозиции. Для меня это очень простой музей. Но все зависит от художников, которые там выставляются, от куратора этого музея. И они способны всегда поменять атмосферу. Ну, и я ценю это. В зависимости от художественных работ. Иногда галереи кажутся очень большими, иногда очень маленькими. И мне кажется, что это очень интересно. Вот, опять же, вот за стеклянной стеной сидят художники. Ну, и музейная зона, и общественная зона. Там вот стены одинаковые. И художники могут убирать для себя пространство внутри галереи. А также могут найти место вне музейного пространства, чтобы вы используете другие помещения данного здания. Это совсем небольшой домик. Еще один проект. Десять лет назад его построили. Вот, одновременно мы работали по этим двум проектам. Вот тот большой музей. Это небольшой дом в Токио, в округе Токио. Вот, вокруг мы видим замечательные деревья. И клиент хотел, конечно, сохранить по максимуму. Очень дорого и, соответственно, там немного места. Всего 75 квадратных метров здания. Совсем небольшой дом для пяти человек. И клиент, собственно, хотел, чтобы было много комнат, но так как пространства было совсем мало, мы сказали, невозможно. Ну, давайте сделаем некие трехмерные там комнаты. Мне предложилось следующее. Пусть этот дом небольшой, 75 квадратных метров, но мы там нашли место для 20 комнат. И каждая из этих комнат столь мала, что вот для стен мы использовали необычные материалы. 16 миллиметров, стальные листы для перегородок или стен. Ну, вот они разделяют все эти внутренние пространства здания. Вот это вход. Вот это для бабушки. Спальня. Вот еще одна спальня. Вот там сверху кухонька небольшая. Здесь это большая спальня. Шкафы для одежды. Там небольшая библиотека, небольшой кабинет для различных кабинетов и для различных членов семьи. Еще одна спальня. Вот это комната для чая. Ванная и внешняя терраса. Вот небольшой дом с очень небольшими комнатками. Вот это как выглядит спальня хозяина дома. То есть размер комнаты такой же, как размер кровати, но выше. А это кабинет, ванная. Все обставлено очень просто, без глубины. Стены очень тонкие, да. Если вот отверстие мы посмотрим соединяющие две комнаты. Там совсем-совсем нет глубины. И получается эффект фотографии от того, что происходит в соседней комнате. Вот это еще одна комната. Выглядит как раз как фотография. Вот это столовая, столовая. Это еще одна комната. Это главная спальня. И опять же окошко. Мы здесь видим вид снаружи через главную спальню. И видим там еще одну окошко. Вот там еще вот видно пространство библиотеки. Это фотография из коридора. Это ванная. Это небольшая терраска. Но это тоже небольшая же детская площадка. А это новый музей. Здесь у нас задача была создать очень практический музей. Земля очень дорогая. Пространства мало. Это Манхэттен, Нью-Йорк. Поэтому нам надо было так разместить музей, чтобы было много места там. Но территорию занимало небольшое. Опять же, окон нету. Но мы боялись строить вот такую башню без окон. Поэтому мы предложили вот такую конструкцию. Вот как бы разные этажи смещены относительно друг к другу. Мы как бы открываем коробку и объединяем музей с городом. Вот эта модель, которую мы использовали на этапе разработки проекта. Мы видим каждый из уровней, каждый из галерей смещены по отношению друг к другу. То есть получается так. Иногда направо, налево высвобождаются какие-то открытые пространства. Иногда используют как террасу. Иногда для других целей. Ну и днем галерею заливают свет, а ночью наоборот. Город видит окни этой галереи. Ну и мы считаем, что это как бы взаимодействие галереи и города. И, собственно, посетители могут не только смотреть на художественные произведения внутри этой галереи, но и выходить на террасу и смотреть вокруг на Манхэттен. Вот это один вид этого музея. Вот еще один. Используем алюминиевую сетку. Вот это улица, где расположен музей. Ну как бы простая улица, простые здания, свой характер. Мы не хотели, поэтому лишь построить красивое здание. Мы искали вот материал, который бы соответствовал окружению. Что-то, нечто уже готовое. Ну вот такая сетка металлическая. Вот мы видим, да, где она находится. Ну, купили, нашли самую большую сетку на рынке. Ну и разместили это на нашем здании. Это вертикальное здание. Поэтому даже издалека его видно. Ну, собственно, нельзя сказать, что что-то выдающееся. Но при этом вот есть ощущение материала. Вот, и когда ты подходишь ближе только к зданию, ты видишь вот различные материалы. И они дают нам различные ощущения в зависимости от погоды. Иногда становятся очень белым. Иногда какие-то темные, в темные цвета окрашиваются. В зависимости от того, как падает на них свет. Это при входе, попадаясь в этот зал, вот там лестница. Можно спуститься вниз. В подвал там аудитория, там небольшое кафе, небольшая галерея. Два лифта, поскольку это здание выходит только на одну дорогу. Вот вход один, как для общественности, для публики, так и для сотрудников. Со стороны кафе не видно вот это пространство. Вот это одна из галерей. Это вверх справа. Здесь показано, видно, что сверху открывается пространство. Здесь. Это новый музей. Очень экспериментальный, современное искусство. Поэтому мы не хотели сделать что-то там очень сложное. Мы не хотели, чтобы структура была открытой, чтобы она была открыта для света. Вот еще одно помещение. Это лестницы, которые соединяются различные галереи. А сверху пространство много. Функциональное здесь и вечеринки организуются, а иногда и семинары проходят. Это террасы мы здесь видим. Ну и здесь же вот видно, какой открывается на Манхэттен вид. Ну, к чему мы здесь стремились. Не хотели, чтобы галереи как бы были ограничены в своих коробках. Мы хотели объединить и галереи, и объединить галереи с городом. Но вместе с тем мы с самого начала знали, что это здание будет очень большим по сравнению с окружающими зданиями. Ну, как можно было строить это здание таким образом, чтобы не мешать, не нарушать окружающую обстановку. Ну, вот так мы это сделали. Следующее – это стеклянный павильон в Толедо. Толедо – это небольшой город в Америке, рядом с Детройтом, где-то 40 минут на машине. У них там был музей, известный музей. Это музей стеклянных вещей стекла. Традиционно там размещалась компания, которая занималась стеклом. Вот, и они хотели создать музей, используя также и стеклянный павильон для размещения в своей коллекции различных предметов из стекла. Выбрали место для музея. Очень красивые деревья. Естественно, мы решили оставить эти деревья дальше. Там размещалась парковка. Ну, вот это место использовалось для постройки музея. Кроме того, ну, вокруг жилые дома, поэтому нельзя было строить высокое здание. Поэтому мы спланировали здание, одинокий этаж, плюс подсобные помещения и офисы, которые размещаются под уровнем земли. Вот эта модель, вот как выглядит этот павильон. На фоне деревьев мы строим этот стеклянный павильон, одноэтажное здание на фоне деревьев. Это процесс, который мы использовали в своей работе. Ну, мы с директором, с куратором проводили длительные беседы, чтобы узнать, что им нужно. Ну, они сказали, три основные функции для музея им нужны. Первое – это выставочная зона, второе – это цех, где работают художники, а третье – это общественная зона. И идея этого стеклянного павильона в стеклянном доме в том, чтобы эти пространства были объединены. Мы обсуждали, где что разместить, и вот так вот у нас шел этот процесс. Это последний план. Единое пространство для коллекции соединяется помещение для коллекции с цехом и с общественной зоной. Это как бы единое пространство. Там существующий музей, напротив музея у нас вход. Там парковка нужна, и здесь вход, то есть два входа в музей, два входа объединяются. Человек проходит из одного входа, выходит в другой выход и проходит по всему помещению. Цех расположен здесь. Это очень интересно. С улицы смотреть – это очень интересное место, как люди работают со стеклом. Ну, и кроме того, они хотели, чтобы вот эта функциональная часть была ближе к центру музея, в результате разместили ее сюда, и как бы это все объединили. Стены сделаны из стекла, это значит, что между пространствами, которые, например, вот здесь, обычно мы не можем видеть здесь стен, но вся поверхность стен сделана из стекла. То есть пространства между собой, они прозрачны, можно видеть из одного другое. И мы можем смотреть из комнаты в комнату. У нас есть очень прозрачные стекла в музее, но они многослойные. И в зависимости от условий или в зависимости от солнца, один слой стекла становится прозрачным, а второй – непрозрачным. отражающим. То есть мы видим пейзаж, потому что в серии прозрачных стекол становятся такими замутненными, а какая-то часть отражает то, что находится за мной, а вторая часть становится прозрачной, то есть показывает то, что есть перед вами. И если я движусь по всему зданию, каждый раз передо мной будет новый пейзаж. Этот пейзаж появляется передо мной. Особенно, если я смотрю прямо вперед. Но при этом есть еще и стекла, находящиеся под углом. То есть, таким образом перед вами получается смешанный ряд изображений. Вот это стеклянная мастерская. Вы видите зелень за зданием и перед зданием. Опять же, мы видим здесь стены между пространствами, стеклянные стены, около 19 сантиметров. Иногда эти пространства используются для корректировки, потому что каждая комната требует разных условий. В мастерской очень жарко, в галерее прохладная температура. И в каждом помещении, в каждой комнате должны быть собственные условия. И вот это пространство используются в качестве буферной зоны. И после этого пытались скорректировать условия в каждом из остальных помещений. Иногда в музее проходили какие-то мероприятия, и из одного пространства можно было смотреть в другое. Вот это другая мастерская стеклянная. Здесь стеклодувы делают свои изделия, люди наблюдают. И здесь нам не нужно дополнительного пространства, чтобы подойти посмотреть, как работает художник. Опять же, здесь есть отражение на стеклянной стене. Вот это нечто на стекле, но вы можете также видеть и сквозь стекло. Видеть и изделия искусства, и людей. Если снимать снимки, фотографии, то всегда получится некая смесь. Следующий – это очень маленькая гимназия в сельской местности в горах в Японии. Это тоже было результатом конкурса. Это небольшое место, где живут люди. Я предложил не делать одного большого здания. Большого имеется в виду, что оно большое по сравнению с окружающими зданиями. Я предложил разделить его на три части и попытался создать внешний коридор между зданиями. Один – это зал, второй – это лекционный зал и административное помещение. Потому что я бы сейчас сделал большое здание по сравнению с окружающими. Если бы это здание не использовалось, люди бы чувствовали, что это здание слишком далеко от их жизни. Но если люди могут проходить по нему, пусть даже иногда само здание закрыто, но тем не менее люди могут проходить сквозь него, притрагиваться к нему. И я предложил разделить его на три части и сделать большое количество дверей, чтобы не было одного большого входа. И люди всегда могут пройти по тропинке насквозь, могут войти и здесь, и там. То есть я попытался открыть как можно больше дверей. И я хотел вписать эту школу в пространство и сохранить эту форму. В то же самое время попыталась сделать еще одну небольшую вещь – это садик. Это одно здание и вот эта тропинка. Потому что здесь у нас таунхолл, и иногда люди проходят по данной тропинке к таунхоллу. Вы видите, здесь горы и небольшие здания прямо с горы спускаются. И это вот как бы центр небольшого городка. И я предложил построить это здание из трех частей. И основная функция – это в подвальных помещениях. Все остальное, все стены сделаны из стекла. И мы всегда можем видеть то, что находится с другой стороны. Вот это небольшой зал снаружи. Мы на него смотрим. Вы видите, что там внутри что-то происходит. Вот это внешняя дорожка. И мы также можем видеть насквозь этого здания. То есть, есть всегда возможность смотреть в глубину этого пространства. И иногда, когда я смотрю, мне кажется, что я стою с другой стороны здания. И много дверей, они открыты с тем, чтобы люди могли входить с любой стороны. Могли войти и выйти, и снова войти в другое здание. Вот это полуподвал, как я говорил, полуподвальное помещение. Это наземный уровень. Люди проходят и могут запросто присоединиться к тому, что происходит внутри. Например, в летом там была баскетбольная игра, и студенты на пути к своему дому, занятия, могут войти и присоединиться к игре. Вот это три блока. И вы можете... И вы можете...